Всем привет, с вами Андрей, и мы продолжаем проходить игру «Моя любимая жена». Но при этом жена-то мертва, а суккубы живы, и надо соблазнять их, ну или точнее работать с ними, чтобы, так сказать, попытаться воскресить жену. Что ж, дело мутное, но чем больше мы узнаем суккубов, тем они становятся человечнее. Иногда мы выбираем не воскресить жену, а воскресить суккуба. Ну как воскресить, сделать из него человека. Но это другая история. А пока, пока у нас классик, классическая, Леона Ноктюрна и Денишка Калис. Но еще есть две свободных комнаты. Я думаю, стоит начать с того, что заселить туда кого-нибудь. А именно, я бы хотел заселить Мару. Ихор, Ихор, Металл. По-моему, это неплохая идея, поэтому давайте посмотрим. Так, значит, материалов у меня тут много всяких разных. Ихор, Ихор, Металл. Сейчас прям звезду этого вечера создадим. Вот. И мне как раз добрые пользователи Ютуба, зрители мои, предложили несколько имен. И как раз для Мары. Вы призовете... А, надо призвать, видимо, сперва. А потом уже называть. Есть у меня парочку имен для Мары. Мария, либо Элизабет. Мира. Ну, мы будем... Не Мира, а Мария. Экономная при этом. Получилось. Строительство. Строительство отношений. Тогда уж написали бы до конца. А то строительство. И еще я бы хотел Косби призвать. Потому что с ними, с Марой и с Косби у меня ни одной концовочки не было. Ни плохой, ни хороший. Никакой. Животное, животное, животное. Давайте. Бутылочек там. Клюв у вороны. Но как раз воришка такая. Длинию тоже зрители оставили, предложили имена. Например, Селина, транжира. Ну вот она раз на раз не приходится. Селина, либо Фелиция. Так. Почему Скэта? Почему К все время пишется? Селина. Замечательно. Вот эти две девушки заселились. Тем временем. Тут все грустное сердечко. Мария. Мария, давай пообщаемся. Ну-ка. Выкни все из этой комнаты. В смысле? Я неясно выразилась. Выкинь все отсюда. Даже кровать. Именно. Какие-то вопросы. А как ты собираешься спать? Предпочитаю парить. А что не так с кроватью? Решительный. А разве удобно так спать? Невзрачно. Все хуже и хуже. Я не пытаюсь грубить. Просто беспокоюсь. Мы постоянно парим во сне. Для нас это все равно, что дышать. О каком неудобстве ты говоришь? Надо же. Я не знал этого. Девица столь простым вещам. Ты просто смешон. Я ведь ни разу такого не видел. Все, все. Прости, уже ухожу. Ну вот и поговорили. Поговорим еще. Опять ты. Привет. Зачем ты здесь? Не помню, чтобы давала разрешение войти в свои покои. Мне же нужно иногда тебя проведывать. Ну вот, проведал. Все в порядке. Теперь уйди. Почему ты всегда не в настроении? Я могу чем-то помочь? Помоги себе найти отсюда выход. Так я ничего не добьюсь. Почему ты еще здесь? Со слухом проблемы или что? Откуда эта враждебность? Откуда эта враждебность? Давай. Я просто не могу понять. А чего ты так жаждешь меня выгнать? А я разве давала разрешение открыть трот? Не припоминая, чтобы у столь низших созданий было на это право. Смертные нам неровне. А вы не почитаете нас за сенсу вожделения? Люди лишь источник, который после сбора опустошается и превращается в ничто. Я надеюсь, ты все понял? Теперь уходи. Да, я все понял. Грустненько. За людей нас не считают. Ну, может, куэстик дашь? А, вот была здесь косу. Косу есть! Идеально! Похоже, Мария хочет видеть косу. Может, хоть она поможет мне с ней совладать? Отправь-ка косу в бордель. Я живу уже сотни лет. Но дня хуже вчерашнего у меня еще не было. Тебя что-то беспокоит. Почему эта фраза была за мной? На самом деле, это она сказала. Меня все беспокоит. Попросила призвать суккуба косу. Него-то мы призвали, да, и отправить ее в бордель. Давайте даже не будем говорить, просто наступим разговор. И сразу же Селина в бордель. Знать, Селина побежала. Дегустация вина. На все деньги, на пять тысяч. Тебя еще дешево делать это. Вперед! Теперь деньги кто-то должен возвращать. Леона, будешь возвращать ты. А классик будет петь. Денежка. Чем тебе заняться? Тоже займись чем-нибудь. А ты давай... Нет, нет, нет. Извлечь из суккуба. Да. На шесть часов. Вперед. Надо заполнять. Выбрать стороны. Почему-то так в вас все еще висит. Какие-то люди остановились в номере вашего суккуба и не намерены оттуда съезжать. Леона. Да ей все равно. Найти другой номер. Выгнать их. Большой шанс получить. Большой шанс получить. Найти другой номер. Ха. С удовольствием подчинюсь. Ну ладно. Ну как бы ей не было, но все равно она решила проспать. Квеста все еще висит. Мария, блин. Давай еще сюда. Дегустация вина. Будем тебя спаивать. Спаивать как только можем. Так. Селина. Селина, похоже, пойти придется по черному методу. Зарезать тебя и призвать новую. А? Как я придумал. Чтобы квест отработал. А то квесты багуют. Ломаются. И становится грустно. Кладовая Филиппа. У меня все ресурсы есть. Ремонт комнаты этих. 7-6. Вроде бы хватает. Так. Только всяких лентяев тоже хватает. Леона. 9%. Почему у тебя так много? Почему? Не знаю. Манеры. Так. Все заняты? Вроде бы все. Но ученица не переставая донимает вашего сукуба, чем очень портит ему настроение. Так. Заплатите, пусть вернемся домой. Давайте чертук может какую-то хорошую получим. Отлично. Я так и планировала. Минус 10 золотых, это пофиг. Так. Денежка. Развлекай гостей. Хотя там осталось развлекать-то 1 час. 9 тысяч, 11 тысяч. Что-то движется. Чума пришла в Нетленд Сити. Не-не-не. Давайте не будем. Квеста. Как висят, так и висит. Мария. Мария набрала 100%, но что-то она не рада этому. Ну что-то, давайте зарежем эту транжиру и перезайдем ее заново. С ума сошел? Метод, конечно, такой жестокий, но я давненько этого не делал. Вспомним, что эта игра на самом деле довольно злая. Глаз медянки, посягушки, язык гадюки. О, язык гадюки я, по-моему, первый раз вижу. Так. Не-не-не. А, мне нужно не Косби, а Кассу. Кассу это вот это. Ух, я думал, я не того призвал. Она у меня уже есть, а ее у меня не было, на самом деле. Я отправил-то туда не того, не того, кого надо. Грусть. Ну ладно, тогда призовем Кассу. Раз, дерево, животное, металл. Как я все убил по ошибке, да? Дерево, кость, металл. Да, Кассу. Кассу-то, кстати, вот у меня уже все варианты есть, поэтому. Печаль. Катрин. Ну пусть ты будешь Катрин, бережливая. Не будем спрашивать твои, как бы, истории. Вот у Классика лучше историю поспрашиваем. Она меня любит. Может быть, какую-нибудь что-нибудь расскажет интересного. Ох, как же меня это злит. Что случилось? Я слишком много времени провела в мире людей. А еще мне приходится делить кровь с другими суккубами. Это отвратительно. Как же ты жила в королевстве демонов? Что значит, как жила? Жизнь с другими суккубами. Как она жила? Я имею в виду, ты же жила бок о бок за себе подобными? Пф, суккубы моего рода не ищут чужого общества. Да и зачем нам с ними сближаться? Я думал, что все суккубы живут в мире и гармонии. Ох, сейчас лопну от смеха. Ты как дитя. Мы общаемся лишь с представителями своего рода. Нам больше никто не нужен. И мы еще покажем все эти чернины, что способны подняться с колен и снова возвыситься. Хм. Интересно. Ее ведь здесь нет? Кого? Этой раздражающей роги. Интересно, что особенно в этом роде? Может, стоит призывать одну из них? Вот вечно не просят призывать вот таких вот... Когда у меня все места заняты. Леона, тебе что-нибудь надо? Леона, доброго. А-а-а-а. Постой-ка, ты пьяна? Ась? Нет? Как ты можешь быть пьяна? Я обожаю чувств... Будь такой... Ммм... Так. Я отвечу позже. Интересно, что я над этим разговариваю. Вот, как раз у меня... Что тебе нужно, чтобы отрезать? А вот этот я в варианте не отвечал. Ммм... Пролистываем диалог. Сукубы пьют спиртное. Ты выпила? Выпила? Чё ещё выпила? Это эссенция. Ты, выходит, ассоциации вожделения пьянишь? Да-а-а. И ощущения великолепные. С тобой всё в порядке? Я... Преста прекрасна. На мой взгляд, нет. Да? Ну, тогда я посплю. Она действительно отключилась. Хм. Ну что ж, теперь я все варианты от этого, этого варианта выбрал. Поговорим ещё. Лёна, эти кристаллосенсы вожделения у тебя на теле. Так и должно быть? Конечно. Мои малыши. Они великолепны. Тебе не больно? Не-е-е. И скольчики. Если что, это моё нормальное состояние. Вот бы никогда... Никогда что? Да, никогда-никогда. Никогда не трезветь? Ага. Это всё кристаллы. Ммм. Ммм. Отвечем позже. Посмотрим, какие варианты уже вы... Как раз. Они тебе не мешают. А вот этот вариант не отвечали. Так что спросим. Ой. Ой. Потерялся. Выскочил. Вернулись. А ты не можешь от них избавиться? Блин, я внезапно забыл, что я хотел у неё спросить. Вот такая вот... Они тебе не мешают. Я спрашиваю про они тебе не мешают. Хорошо. А ты не можешь от них избавиться? Привлекательные. Не-е. Не хочу. Почему же? Я же говорила. Люблю быть пьяной. Эти кристаллы. Они появляются сами по себе? Как прыщи? Прыщи? Не-е. Это всё из-за кассу. Я не возражаю. Это приятно. Ну ладно. Дело твоё. Хм. Что случилось? А-а-а-а. Что случилось? Я просто не чувствую себя с собой в последнее время. Протрезвело? Да-а-а. Возможно. Мне это не нравится. Мне нужно больше эссенса вожделения. Мне нужна... Хочу, чтобы кассу была здесь. Вообще-то одна из них здесь. Ты не видела? Ох, неужели? Отлично, отлично. Почему бы тебе не отправить нас в бордель вместе? Почему именно в бордель? Поближе к источнику эссенса вожделения. Кроме того, кассу может сразу же кристаллизовать эссенцию. Удивительно. Да, она целый план придумала, чтобы просто ощутить себя пьяной. Хм. Как раз кассу есть. Рогия. А, ну, на классик-то можно игнорировать. Мария. Давай поговорим. У тебя же есть кассу? Отправь-ка ее в бордель. Зачем? Нет времени на объяснение. Просто будь послушным мальчиком и сделай, как я прошу. Что-то сломались эти галочки. Должны быть там-там. Ладно. Отлично. Это должно ускорить эксперимент. Эксперимент? Из-за этой проклятой дыры меня спасает лишь... Спасет лишь... Кто? Не ты. Ясно. Катерина должна туда сегодня отправиться. Ясненько. Ясно, понятно. Приступить к работе. Всех в бордель. Катерин просто по всем заявкам. Все мечтают, чтобы ты отправилась сюда. Отлично. Мария довольна. Теперь Леону сюда тоже. Тоже сюда. А Марию сводим в прогулку по пикнику. Хотя подожди. Сбираю денежку. Чтобы она мне денежки добывала. Давай. Полтора часика. Там три часика. О, солнышко прикроем. Чтобы загар был не очень страшным. Замечательно. Так. И... Классик бездействует, да? Почему? Непонятно. Работаем. Вы с Сукубом забрели в уединенную часть парка. Теперь вас не покидать чувства, будто за вами кто-то наблюдает. Проверить. Просто показалось. Хм. Большой шанс потерять. Просто показалось. Ладно. Она любит уверенных, поэтому будем уверенными. Отлично. Я так и планировала. Пусть будет так. Денежку надо бы, наверное, тоже сводить в парк. Так, Леона. Знаешь что? Давай-ка ты... Нет, нет. Не в лавку у храма, а извлечь из Сукуба. Да. Четыре тысячи. Слишком богатые ресурсы. Простолюдин. Иди к простолюдинам. А то ты слишком... Меня гнобишь, гнобишь. Как будто я прям... Мусор. Я хочу, чтобы ко мне относились хорошо. Классик. Тренируйся. Так. Денежка. Дегустация вина. Все деньги на тебя. Чтоб ты немножко увереннее себя чувствовал. Ты вечная... Слуга. Вечно тебя все обижают. Грустно от этого должно быть. Мария, пой. Ну, так. Кое-кто повсюду следует за вашим Сукубом. Утверждает, что он ее сам большой поклонник. Прогнать. Вряд ли ей понравится, что... Хотя... Фиг ее знает. Прогоним. Отлично. Я так и планировала. Ну да, она бы... Она бы прогнала. Без сомнения. 15 тысяч, 15 тысяч, еще и пару тысяч складировал туда. В салахе убит городской стражник. Блин, что-то страшно. То чума, то... Непорядок. Ну что, Мария, продолжаем разговор? Отвратительная вонь. Ох, меня сейчас вырвет. Ты в порядке? Разуй глаза. В каком месте я в порядке? На людях столько грязи. Как смеют они пахнуть. Мерзость. Ты собираешься вечно нас ненавидеть? Тебе-то какая разница? А ты не пробовала найти источник эссенса вожделения получше людей? Думаешь, это так легко? Почему бы тебе самому что-нибудь не предложить? Умник. Хм. Как-то еще других сукубов, если другой способ существует. Хм. Ну, конечно же. А это может сработать. О чем ты? О сборе эссенса у других сукубов? Хм. Если бы могли так делать, я бы здесь в жизни не появилась. То есть это невозможно? К сожалению, нет. И пытаться незачем. Хм. Поговорим еще. Мария, прости за прошлый разговор. Извинения приняты. Что привело тебя сюда на этот раз? В общем, мне кажется, что кто-то в вашем королевстве все-таки должен ими пользоваться. Ими? Выражайся яснее. Альтернативными методами извлечения эссенциями. Ах, снова ты за старая. Я же сказала, что мы не можем собирать ее у других сукубов. Даже у демонов мужчина? А ты уверена? Хм. А ты уверена так... Типа, ты что, дурак? Я тебе только что сказал. А что насчет демонов мужского пола? Я... Фу. Ты в порядке? Вид у тебя обеспокоенный. Мне дурно от одной только мысли. Я... Ну уж нет. Какая вульгарность. Даже думать об этом. Уйди, прошу. Мне что-то нехорошо. Ладно. Хм. Что-то мы накопали, видимо. Эй, какая мерзость. Что случилось? Страсти. Позор всех сукубов. Может, у нее с ними какие-то незавершенные дела? Стоит попробовать призвать одну страстью. Ну что значит призвать одну страстью? Думаете, это так легко? Прямо вот так взял и призвал? Классик. У тебя вот история вообще пустая. Давай разговаривай. Ее ведь здесь нет? Кого? Это раздражающие роги. А, она роги ухочет. Так, Леона. Давай поговорим. Джеки, ты опять тут? Ты прям красавчик. Эээ. Да и ты хороша. Впрочем, как всегда. Да ладно, я ж с работы справляюсь. Или нет? А? Я ж молодец, а? Ну, признаю, что справляешься. А кристалл эссенции тебе работать не мешают? Не-е-е-е. Меня терзает любопытство. Другие суккубы ведь не напиваются, как вы. Это все кассу. У них спроси. Так. Проверим диалог. Этого у нас диалога не было. Этого у нас не было диалога. Тоже. Тоже все это такое. Видимо, это какой-то новенький разговор, поэтому... Либо он не сохранился. Спроси у них. Что за кассу? Ну, давай уж спросим. А кто такие эти кассу? Кассу. Это тоже скубы. Но они... Как бы... Любят добавлять всякие штуки на наши тела. Наверное. Ты как-то не уверенно об этом говоришь. Ну, вроде это называется... Эксперимент. Кассу знает толк в эссенции. Правда-правда. Их эссенция просто восхитительна. Ты странные вещи говоришь. С тобой все в порядке? Тебе о пьянении думать не мешает? Не-е-е. Все отлично. Если бы о том, что мне еще нравится, я в димашке люблю. Неужели? Объятие дарит тебе спокойствие? Отличный способ заснуть поскорее. Хе-хе-хе. Она что, хочет? Ах, неважно. Вот. Диалог открылся. Давай дальше. Она еще недостаточно ко мне привезла. С понятненьким. Понятненьким. Денежка, как у тебя дела? 34%? Ох, Денежка, ты дома? Я... Я сказала или сделала что-то недозволительное? Я... Я совсем тебя не слышу. Я нарушила правила. Что-что? А-а-а! Извини. Просто решил подойти поближе, чтобы лучше тебя слышать. Ну... Ну ладно. Хм... Так, я отвечу позже. Это разговор из каких-то первых. Поэтому надо бы его узнать. А может быть... Так. Вот он, да? Почему ты все время шепчешь? Видимо, этот вопрос ее опечалил. Почему ты все время шепчешь? А вот этот... Я у нее не отвечал. Не спрашивал. Тебя что-нибудь беспокоит? Тебя что-нибудь беспокоит? Ничего. Просто... Повелитель не одобрит. Если я буду слишком много и громко говорить. Повелитель? Ох, мне не следовало говорить о нем. Молю вас. Пожалуйста, забудьте о том, что я сказала. Я знаю, что мне ничтожно негоже просить, но... Давай сначала успокоимся, хорошо? Я не буду расспрашивать тебя силой. А-а-а... Вот и поговорили, да? Эм, Джейк, вы не видели Вериф? Вериф? Да, что-то случилось? Ничего, просто... Вериф нравится надо мной потешаться. Я ее не виню, ведь я... Правда, выгляжу отвратительно. Ох... Хм... Пожалуй, я могу помочь тебе. Правда? Я поговорю с ней. Не надо, лучше не надо. Просто умоляю, не отправляйте меня работать вместе с Вериф. Ну, если это тебя устроит. Денежка и колес должны отдохнуть. Что значит отдохнуть? Денежка и колес. Ну ладно, будем отдыхать. Так, пауза. Денежка. Тебя на дегустацию... Хотя это считается работой. Наверное, нет. Денежка и классик, да? Колес называй ее. Леона. Иди пьянству в отеле. Услуги в номерах. Пьянству. Я думаю, тебе понравится. Так. Мария. Мария, пой. Катрин. Катрин, качай нефть. Из речи Сукуба. Вот. Достижение. Фейсфулл. Десять раз отправить в храм. Ну, отправил уже в десять раз. Так. Надоедливому преследователю не понравилось, что в прошлый раз вы его прогнали, и он решил на вас напасть. Нифига себе. Леона. Давай, запинай его. Крохотный шанс умереть. Любопытно. Ладно, и так сойдет. Ну, вроде бы не умерла. Или я должен был умереть. Что это за приколы такие? Крохотный шанс умереть. Мы так не договаривались. Прогулка по парку. Думаю, этого будет достаточно. Смотри, котик. Миленький котик. Это же замечательно. Ха-ха, любитель. Так. Леона освободилась. Денежка почти тоже освободилась. Мария. Мария. Услуги в номерах. Не отвлекайся. Так. Так. Отлично. Парк свободен. Дегустация вина. У-у-у. Леона на дегустацию вина. Это прям создано друг для друга. Катрин. Высокий этикет. Нет. С тебя манер будет достаточно. Классик и денежка отдыхают. Ну все. Успех. Я их не вместе не отправлял. Он никуда не отправил. Серийный убийца на свободе. Ммм. Занес чуму. Потом убил стражника. Потом понятно, что он на свободу. Выпустили его. Он как раз нападал на нас на всех. Злодей какой. Ну что, денежка. Отдохнули? Я так и думал. Ты сильно отличаешься от всех прочих суккубов. А? Ты очень тихая. Мне... Мне просто совсем нечего сказать. Даже если бы я захотел рассказать о чем-то. Мои мысли ничтожны. Они не имеют значения. Почему ты так решила? Мне было велено молчать, чтобы повелитель не причинил мне вреда. Он обижал тебя? Очаровательно. Неужели повелитель тебя обижал? Нет. Я... Моему роду не доводилось близко общаться с повелителем. Тогда тебе ведь совсем нечего бояться, не так ли? Думаешь, он будет против, если ты останешься здесь? Я не знаю. Я просто предложил. Не воспринимай это так близко к сердцу. Да? Спасибо. Ну что, по-моему, хорошо. Разговор развязался. Джейк, можно попросить вас? Разумеется, и о чем? Вы позволите мне сегодня пойти в пансион Чаровниц? Конечно. Но могу я спросить, почему именно туда? Просто я подумала, что занятия там помогут мне в обхождении с посетителями. Ах, вот как. Посмотрим, смогу ли я отправить тебя в пансион Чаровниц? Ну что ж. Благодарю. Ладно. Просьба так просьба. Мария, по-моему, ты хотела, чтобы я кого-то призвал. Да? Мария попросила призвать Сокуба Страсти. Ой-ой. Вот Мария прям слишком дофига у ней квестов. Кэтрин. Кэтрин меня не любит. Так что разговаривать с ней. А вот Леона, давай поговорим. Смотрю на нее и все время расстраиваюсь. Жаль ее. Тук-тук. Джейки, ты тут, а? Ты меня напугала. Ты как в себя ушел? Что с собой? Ну, я размышлял о кассу. Что именно они делали с вашим родом? Почему вы стали такими? Ой, не знаю. Я такой очнулся. Хм. Почему вы позволили им? Им... Почему вы позволили с собой такое сотворить? Ну, они ж не навредили. Мы стали сильнее. И прекрасно себя чувствуем. Хе. А по-моему... По-моему, они используют вас. Они проводят эксперименты над вашими телами. Потому что это им нужно. Что? Дикость какая. Я о таком никогда не думала. Вообще, я и думать-то не люблю. Ха-ха-ха. Постарайся не потреблять слишком много эссенции вожделения, а? Еще б я могла. Кажется, что ты уже пристрастилась к ней. Возможно. Интересно, могу ли я что-то с этим поделать? Хм. Продолжаем разговор. Я, кажется, видела одну из них. О ком ты говоришь? Ну, о шаястах. Мне так нужны обнимашки. Но они все время куда-то исчезают. О, так ты скучаешь по ним? Я могу призвать для тебя кого-то из шаястах. Хм. Леона попросила призвать. Не-не-не. Это как-то, конечно, тут... Что ж так все сложно-то? Ее ведь здесь нет. Кого? Это раздражающие роги. Мм. Она хочет рогию. Глусно. Грустно. Грустно от слова гнусно. Какие у нас квесты? Патюнчий ровниц для денежки. Мария попросила призвать суккуба страсти. Мне хочется кого-то зарезать. Прям вот... Может, Леону зарежем? Или нет? Или просто... Перевоплотим классику. Просто потому что могу... Наверняка там концовки хорошей не будет. Возможно, никакой концовки. Да, наверное, я мог бы принять иное решение. Знайм, а ты другу получше. Я ее недостаточно много квестов сделал, поэтому... Но в качестве сосуда ты не подойдешь. Да. Джейк с замиранием сердца ждет окончания ритуала, однако вскоре понимает, что ничего у него не вышло. Да. Это грустный результат, когда тело неподходящее и отношения неподходящие. Душа не смогла удержаться внутри. Может быть, что-то не так с сосудом? Или навыками Джейка? Не, навыки у меня стопроцентные по всем категориям. Я уже настолько сильно перекачался, что даже не знаю. Ну, зато дерево мне прям носовали. Хоть лес целый засаживай. Итак, Мария. Страстью надо призвать. О, прям крест такой, типа. Нифига, не подходит. Это интересно. Это интересный план. Но подходит вот этот вариант, потому что... С нее уже получилось, но там... Я еще не до конца выбрал в сторону храма, и там концовка была неполноценной. Так. Мне нужна страстье. Посмотрим, что нужно для страсти. Где она? Вот она. Такая соблазнительная. Животное, животное и хор. Так. Давай вот три звездочки. Три звездочки. И и хорчика. На три звездочки. Святая кровь. А? Страсти. А у меня есть подходящие имена для страсти? Да, в принципе, есть. Предложенные, как обычно, подписчиками. Ну, или просто зрителями. И вы тоже можете предложить свое имя для понравившегося вам суккуба. И, возможно, я его даже использую. Потому что концовки-то не так просто получать. И приходится призывать, призывать, призывать. Страсти. Нет, не Кора, а Эвелин. Есть еще даже у меня имечка еще одно для страсти. Нимфа, но не в этот раз. Если только придется еще одну призвать. Бережливая. Да, зарабатывает деньги. Знаете, какая красавица. Заселяйся. Мария. Я призвал страстью. Страсти. Позор всех суккубов. Высшим демонам не подобает заниматься такими непристойностями. Но разве не в этом вся суть? Замолкни. Их пошлость не знает границ. Они делают это абсолютно со всеми. В общем, не отправляй меня сегодня в бордель со страстией. Быть тому же само по себе отвратительно. Я не выдержу еще и ее болтовню. Не должны сегодня туда... Так. Давайте посмотрим этот квест. Мария и Эвелин не должны сегодня туда отправиться. Хм. Ну тогда приступим к разговору... К дню, чтобы вдруг она скажет... А я хочу в бордель. Вдруг она скажет. Так. Денежка. В пансионич ровниц. Манеры. Отлично. Ей понравилось. Эвелин. Леона. Леона. Хм. Давай Эвелин сюда. На дегустацию вина. По-моему, это замечательный вариант. Кэтрин. Зарабатывает деньги на все возможные суммы. А Мария поет. Все время поет. Вот. Шаясту призвать. Ваше сугубо надоело человеческое обличье. Ему хочется превратиться обратно в демона. Вам кажется, что ни к чему хорошему это не приведет. Эвелин. Позволит превратиться. Небольшой шанс узнать важные новости. Позвольте остаться человеком. Большой шанс потерять. Ладно уж, мы тут на разгул пошли. Раз уж ты хочешь. Ох, да ты словно мои мысли прочитал. Всего лишь 12. Ну, вроде новостей никаких не объявилось. Так что нормально. Кое-кто повсюду следует за вашим сугубом. Утверждает, что он ее самый большой поклонник. Кэтрин. Да ей, наверное, пофиг. Не зря именно вы здесь главный. Леона, фиг ли ты нифига не делаешь. Иди. Так, не в лавку в храм. Извлечь из сугуба. Извлекай. Так. В бордель. Я вообще в бордель никого не люблю посылать. Эвелин, тебе понравилась дегустация вина? Давай еще. Вот когда... По-любому там у меня уже за сотню перевалило. Но картинку показывает только если мы гуляем по парку. Пение. Ты поешь. Тебе нравится петь. Как гипноз звучит. Денежка. Изучай манеры дальше. Тебе же понравилось. Какая-то женщина уже долгое время рассказывает вашему сугубу о богине удаче. Жрецы культа говорят, что у нас здесь частые гости. Позвольте ей продолжить. Леона. Да Леона ей плевать. Пускай. Эх, что-то мне это не особо нравится. Ну, наверное, она притомилась. Катрин. Катрин, услуги в номерах. Пожалуйста. Не отвлекаемся от задачи. Так. Эвелин, у тебя сто процентов, но я хочу увидеть прогулку по парку с тобой. О, как мы сидим замечательно. Хотим кушать, а ты хочешь скушать меня. Правда же? Голландская Ост-Индская компания в смятении. Что же случилось? Америку открыли, наверное. Не знаю. Итак, Мария. Как у тебя разговор? Мария. Не могу поверить, что мы до сих пор ничего не выяснили. Должен же быть способ собирать эссенцию вожделения без всяких прикосновений и тому подобных гадостей. Но чем дольше я ищу, тем невероятнее становится эта затея. Мария. Что? Пришел посмеяться? Я могу призвать сукуба. Сдайся. Поговорю с ней в другой раз. Так. Я пришел с... В прошлый раз я сказал сдайся, и она такая... И она там бы отчаялась. В этот раз я скажу, что он другое. Я могу призвать сукуба? Нет, я хотел кое-что предложить. Ты как-то упоминала про кассу. Хочешь попробовать призвать одну из них? Нет. Но почему? Я не нуждаюсь в помощи какого-то человека. У меня вообще-то есть гордость. Она до сих пор упирается? Ни к чему хорошему это не приведет. Хм. Не знаю, насколько этот вариант был хорошим или плохим. Эм, привет. Неужели другого способа и правда нет? Неужели я должна подчиняться гнусному люду? Никто не смеет глядить на меня свысока. Похоже, она в полном отчаянии. Мария. Я сдаюсь, дай мне шанс. Хм. Интересно, у меня есть такой вариант? А, нет. Давайте тогда узнаем, к чему это придет. Так. Дай мне шанс. Мария, привет. Джейк. Снова решил поиздеваться? Конечно, нет. Ты ведь знаешь, я бы с тобой никогда так не поступил. Позволь мне кое-что доказать. Почему ты так жаждешь помочь? Просто доверься. Я не подведу тебя, Мария. Предашь меня? Ты покойник. Думаю, мне пора. Хм. Что ж. Интересно, насколько эта концовка была хорошей. Ммм. Острая тема, что почти храм закончили. А значит, что если мы с Марией сейчас возляжем на лужа, и я выберу воскресить жену, ну, когда храм, конечно, завершу, то, возможно, концовка завершится. Но я не знаю, насколько Мария ко мне сейчас хорошо относится. И с ней у меня никаких концовок не было. Поэтому... Поэтому давайте-ка только для тебя. Давайте-ка попробуем узнать ее концовочку. Такая леди. Знать. Интересно, получилось ее перевести на хороший путь или нет? Я хочу быть с ней, а не с луной. По-моему, получилось. Такая вот прям... Ой, такая все. Смотрите, люди добрые. Крестьяне обычные, и мы с ними вместе пьянствуем. Замечательно. Мария постепенно забывает про свою гордость. Джейку удалось доказать ей, что люди не столь ничтожные создания, как она считала. Хоть и неохотно, постепенно она начала открываться людям. Однако, в глубине души она понимает, что приняла человечество уже в момент, когда Джейк сделал ее одной из них. Ну, счастливый конец. По-моему, замечательно. И за окном никого нет страшного. Так что... Призвать еще одну Мару? Как вам такая идея? Или вот призвать Рогию? Или как там? Рогия, Рогия. Ахлис. Мара. Ихор, ихор металл. Давайте еще одну призовем. Просто потому, что могу. Ихор. Ихор. И ртути, пожалуйста. Призываем. И называем Нелли. Нелли хорошее имя. Элизабет. Бет. Вот. Все запасные имена для Мары закончились, поэтому предлагайте свои. Или последующие мы назовем Луна, потому что будем ее превращать в Луну. Кто знает. А может мы эту уже превратим в Луну? Кто знает, да? Получилось. Заселяйся, Элизабет. Уже почти история вся заполнена. Надо ее немножко пособлазнять перед этим. Так, Денишка. Поговорим? Хе-хе-хе. Хе-хе. М? Кажется, у тебя хорошее настроение. Ох, ничего особенного. Простите, если что не так. За что ты извиняешься? Случилось что-то хорошее? Ничего особенного. Просто мадам М меня кое-чему научила. Вот как? И чему же? Печенье печь. Хочешь попрактиковаться в готовке? Если мне будет позволено. Я могу об этом похлопотать? Если хочешь, я могу найти место, где тебя этому научат. Это вас не затруднит? Не стоит так волноваться. Я просто хочу сделать тебе приятное. Ох, тогда... Это нормально. Доверься мне. Хорошо, если вы так говорите. Продолжаем разговор. Думаю, мне пора. И куда мне пора? Куда мне пора? Я уже что, в концовочку с ней набил? Вероятно, да, набил. Ну, блин, страшно же. М. Она не отвечает. И даже не смотрит в мою сторону. Привет. М, ты тут? Прочь. А? Пошел прочь. Прочь с глаз моих. Я отвечу позже. М-м-м. Я спрашивал, ты плохо себя чувствуешь? Спросим что-то другое в этот раз. Что-то не так? Что-то случилось? Кажется, тебя что-то разозлило. Это не важно. И все же. Просто воздух кажется таким грязным. Разве? Я не заметил разницы. Ох, а я вот еще как заметила. А все потому, что здесь стоишь ты. М-м. Прости, что? Вон. Вот и поговорили. Опять ты. М-м. Зачем ты здесь? Не помню, чтобы давала тебе разрешение войти в свои покои. Мне же нужно иногда тебя проведывать. Ну вот, проведал. Все в порядке. Теперь уйди. Почему ты всегда не в настроении? Я могу чем-то помочь? Помоги себе найти отсюда выход. Так, я ничего не добьюсь. Почему ты еще здесь? Со слухом проблемы или что? Хм. Давайте посмотрим, какие у меня варианты были. Так, тут было про кровать. Откуда эта враждебность? Давайте спросим что-то другое. Не про враждебность. Что ты думаешь о людях? Явно она их не любит. Экономная. Вроде хорошая черта. Похоже, что ты испытываешь к людям какую-то неприязнь. Но что ты о нас думаешь? А это не очевидно? Вы нам не ровнее. Разве? Но суккубы ведь так часто сюда путешествуют. Вам нужны. А людям нужен скот. Но что-то я не вижу между вами никакого равенства. Не нужно важничать только потому, что у вас есть нечто необходимое нам. Хм. Пф. И что в этих созданиях другие находят? Ты о чем? Забудь. Как же вы людишки меня раздражаете. Хм. Поговорим еще. Ты надо мной издеваешься? Я собрала столько эссенции вожделения. А теперь ее из меня должны извлекать какие-то фанатики? Ну. Я не желаю идти в храм. Это просто глупо. Но этих метод не такой болезненный, как у... Плевать. У меня от этих жриц мурашки по коже. К тому же, если я лишусь эссенции вожделения, мне придется собирать ее снова. А значит, снова и снова заниматься этим с мужчинами вашего мира. Тошнит от одной мысли. Я не желаю идти в храм. Из этой проклятой дыры меня спасет лишь... Кто? Не ты. Хм. Хорошо. Элизабет не хочет в культ, как говорится. Эвелин, ты прям меня любишь и разговоров с тобой мало. Давай поговорим. Ах, этот запах мужчины. Подойди поближе, малыш. Давай развлечемся. Я... Ты у нас скромник? Просто расслабься и предоставь все мне. Прошу, не надо. Не прикасайся ко мне. Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее возбуждаешь. Что это еще такое? Это волосы или... Это же щупальца. Мои щупальца отправят тебя в чертоги блаженства. Ммм. У меня жена есть. Так, я отвечу позже. Я думаю, что я поговорю с ней в другой раз. Так, хотя я, видимо, все эти варианты уже испытывал. Значит, ты все-таки готов? Нет. Я ничего не отвечал. Интересно. Так. Ты меня пугаешь. Жена для нее как бы не аксиома, я боюсь. Транжира. Хотя нет, видимо, плохой вариант. Ты меня пугаешь. Ох, не бойся, сладенький. Я спрячу свои зубки. А если царапну, ты не пострадаешь. Пожалуйста, не надо. А? Ну какой же ты зануда. Ох, Джейки. Джейки. Да, сладенький. У меня к тебе важный вопрос. Конечно, я слушаю. Почему вы, люди, так одержимы идеей одновременного оргазма? Последний клиент был так расстроен, потому что я продержалась дольше, чем он. Эм... Уф. Ну, наверное, это просто важно. То есть ты мне ничего отдельного не посоветуешь? Если тебя это беспокоит, почему бы тебе не спросить госпожу Икс или наставников Академии Нуар? А? Спроси у них, как сделать так, чтобы твои клиенты были довольны. Ах, вот оно что. Это дельное предложение. Отправляй меня немедленно в Академию Нуар. Сложно, когда твой партнер расстроен. Хм. Ладушки. Раз уж квестик есть, отправимся туда. Так, какие у нас квесты? Эвелин хочет... Эээ... В Академию Нуар. Давай, невинный поцелуй. Ей уже, наверное, поздно невинный поцелуй изучать. Но предположим. Не должна туда отправиться, Элизабет. Давайте денежку отправим. Нет, какую лавку? Какую лавку? Извлечь суккуба. Четыре тысячи. Или там извлекается какой-то долбанный процент. Леона. Ну-ка, быстро. Дегустрация вина. Я не вижу твоего сопротивления. Я думаю, тебе это нравится. Элизабет, ты продолжаешь... Блин. А-а-а. Развлекать гостей тогда. Это другая Элизабет, поэтому... Не та, которая была на сто процентов. Поэтому будет не петь, а развлекать гостей. Так, Леона на сто процентов. Эвелин сто процентов. Замечательно. Пусть попоет. Денег позарабатываешь. 68 тысяч. Деньги лишние не убивают. Эвелин. Ты-то что делать тебе? Водить тебя в парк смысла нет. Манерпы изучай манеры. Тебе с этим стуга. Блин. Сказать, что уверен, что что-то туго, это как-то прозвучало не очень. Или наоборот слишком хорошо. Элизабет, давай. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Денюшка. 30 тысяч. Ну, вроде бы жрицы культа должны сейчас писать кипятком. Пение. Денюшки. Иди пой. Кэтрин. Тебе терять нечего? Ты и так меня ненавидишь на 0%. Так что... Эвелин. Что ты умеешь? Манеры. Продолжай. Так. Конец дня. Интересно. Новый день? Новый вы? Разделите ложе с подходящим сосудом. Ага. Прям. Прям. Говорят. Квест сюжетный. Все. Выбрали. Но с подходящим суккубом это нужно Элизабет. И надо бы, чтобы она меня влюбилась. Тогда результат будет замечательный. Но этот результат мы увидим, я думаю, в следующий раз. Думаю, на сегодня хватит. Если вам понравилось, ставьте лайк. Предположим, наберется лайков 50. И я выложу это видео сразу же. Следующее. Не это видео, а следующее. Как можно раньше. То есть не буду задерживать, как сейчас. Я там стараюсь очередь такую содержать. А вне очереди выпустить. Скажем так. Поэтому, я думаю, 50 лайков вы в легкую наберете. Потому что даже в прошлый раз 40 набрали. Так что там оставалось буквально 9 лайков. Так что мне это приятно будет видеть. И вам приятно. И мы близки к какому-то финалу. Какому-никакому. И на этом я прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока.